Эфир СТВ продолжает новости. В студии Екатерина Забенько. Здравствуйте. Почти тысяча километров против течения. Корпус реактора для Белорусской АЭС по воде доставили из Волгодонска в Нововоронеж. Сердце энергоблока провело в водном путешествии 20 дней. Кстати, этот отрезок пути стал самым сложным. Двигаться пришлось практически со скоростью пешехода. Слишком обмелела река и путь прокладывали буквально метр за метром. А вот перегружали 300-тонный корпус с баржи на землю. 8 часов. Гостить в Нововоронеже конструкция будет еще несколько дней. Впереди железная дорога. На Белорусской АЭС корпус реактора ждут к Новому году. В Минск и Вене возобновили работу всех механизмов развития экономического взаимодействия. Таким стал лейтмотив 13-го заседания Белорусско-Австрийской межправительственной комиссии по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках этой встречи в белорусской столице собрались представители деловых кругов двух стран. 25 австрийских компаний и более сотни отечественных. Сегодня активно реализуются совместные проекты в строительной отрасли, производстве оборудования для химической и нефтехимической промышленности, транспорта и логистики в банковской сфере. Ставка на будущее – кооперация для совместного продвижения продукции на внешние рынки и развития инвестиционного потенциала. Мы также здесь заинтересованы покупать промышленную продукцию из Беларуси, поскольку промышленность здесь хорошо представлена и более того, ее продолжают развивать. Мы знаем, что у Беларуси хорошие торговые связи как в сторону Востока, так и в сторону Запада. И мы бы могли, в свою очередь, стать для вас воротами в Европейский Союз при экспорте белорусской продукции. Австрия – один из важнейших инвесторов сегодня в нашей стране. Вот в этом году примерно на 400 миллионов долларов осваиваются те проекты, которые введены в Беларусь с помощью австрийского капитала. Целый ряд компаний, зарегистрированных в Австрии, продвигает белорусскую продукцию. Если товарооборот мы рассматриваем в районе 200 миллионов евро, то, сложив поставки этих компаний, это плюс еще 400 миллионов. Но нужно выйти на такое прямое и эффективное взаимодействие. Индийские инвесторы планируют развивать логистический бизнес в нашей стране. Белорусские партнеры предлагают собственные площади, а также возможность создания нового перевалочного пункта для продвижения на рынке Таможенного Союза и Европы. Таким образом, наша страна делает значительный шаг в развитии экономического пояса Великого Шелкового Пути. Помимо собственных мощностей, белорусские логисты активно привлекают индийских партнеров в процесс доставки отечественных грузов на рынки Юго-Восточной Азии. В частности, Пакистан и Арабских Эмиратов. Напомню, страны запланировали выход на совместный товарооборот в миллиард долларов. Одним из шагов по достижению данной цели может стать открытие в Беларуси Офиса Конфедерации индийских промышленников. Логистика, в частности, в Беларуси достаточно развита. И мы свои возможности хотим адресовать индийской стороне. Мы призываем индийских партнеров открыть здесь логический центр для того, чтобы продвигать товары и на рынок Беларуси, и на рынок Таможенного Союза. Мы рассматриваем Беларусь как часть Евразии. Члены нашего конгресса хотят установить здесь офис и работать со странами Евразийского Союза. И к событиям в мире. Мощный шторм, получивший имя Отто, обрушился на государство Карибского региона. В Панаме, на которую пришелся основной удар стихии, погибли семь человек. Разрушены десятки домов. К настоящему моменту синоптики уже квалифицировали Отто как ураган. В Коста-Рике власти распорядились провести эвакуацию 5000 человек из районов, где бедствие может вызвать наводнение и оползни. На соседнюю Никарагуа Отто обрушился пока лишь мощными дождями, однако уже в ближайшие часы следует ожидать, что ураган возьмется за страну всерьез. Перуанские власти объявили чрезвычайное положение в семи округах севера страны, где бушуют лесные пожары. Выгорели тысячи гектаров джунглей. Известно также о гибели двоих человек, но пропавшими без вести числятся еще шестеро. И вряд ли есть основания питать оптимизм относительно и судьбы. Стихийное бедствие сокрушает экосистему наименее обжитой части Перу. Этот регион населен почти первобытными индейскими племенами, редкими видами животных. Хозяйственно эти места освоены незначительно, и потому заниматься борьбой с огнем здесь просто некому. Профсоюз немецких авиаторов решил продлить забастовку до 11 вечера четверга. Уже вчера были отменены 850 рейсов. В ближайшие сутки можно ожидать, что в пункты назначения не прибудут 2500 лайнеров. В основном затронет стачка внутригерманские авиаперевозки. Хотя отменить придется и ряд дальних рейсов, в частности, трансатлантических. В Минск немецкие самолеты пока прибывают бесперебойно, и у нашей страны нет сведений о том, что забастовка повредит сообщению Беларуси с городами ФРГ. Пилоты и бортпроводники требуют от работодателя прибавки к жалованию в без малого 4%. Однако в условиях глобального кризиса эта сумма кажется нанимателю непосильной. Дональд Трамп объявил, что первым его решением, принятым по занятию 20 января президентского офиса, станет выход Соединенных Штатов из стран с Тихоокеанского партнерства. Барак Обама считал заключение этого соглашения одним из главных успехов двух своих каденций. ТТП предполагалось дополнить трансатлантическим торгово-инвестиционным соглашением. Однако не вышло. Два эти договора должны были упразднить национальные юрисдикции в торговле для самых богатых и влиятельных корпораций планеты. Заявление Трампа, сделанное во вторник, первое официальное такого рода. Экономическому ландшафту планеты оно сулит поистине тектонические перемены. В торговом центре неподалеку от Копенгагена минувшим вечером неизвестно открыл стрельбу по посетителям. Получили ранения средней тяжести два человека. Стрелку удалось скрыться и сейчас на него охотится полиция. Власти Дании не склонны полагать данный инцидент терактом. Полиция склоняется к версии, что здесь выясняли отношения криминальной кланы страны. Есть вероятность также, что преступление совершено не вполне здоровым человеком. В Париже ушла с молотка часть лестницы Эйфелевой башни. За этот лот неизвестный покупатель из Азии уплатил 530 тысяч евро. Лестницу, соединявшую второй и третий этажи этого сооружения, в связи с ветхостью демонтировали несколько лет тому назад. Поскольку ступеньки и пролеты были оригинальными и созданными под присмотром Гюстава Эйфеля еще в 1889-м, несколько фрагментов передали в музеи, а остальные теперь продают. Всего таких лотов около 20. Часть из них уже ушла с торгов. Нынешние 2,5 метра лестницы остаются пока самыми дорогими. Олег Романов, Телекомпания СТВ. Ситуация под контролем в Министерстве внутренних дел опровергли информацию о новых кибератаках на банкоматы Беларуси. Запись опубликована в официальном твиттер-аккаунте ведомства. Напомню, в ряде СМИ появилась информация, что международная преступная группа совершила ряд удаленных кибератак на банкоматы более чем 10 стран. Среди них Беларусь, Россия, государство СНГ и Евросоюза. В МВД уточнили, что в данном случае речь идет о подробностях преступления, совершенного около трех месяцев назад. Никаких новых кибератак на банкоматы в Беларуси не зафиксировано. В заголовках новостей летняя волна. Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД активно принимает участие в расследовании уголовного дела, которое возбудил ранее Следственный комитет. Ситуация под контролем. Сроки оплаты услуг ЖКХ за сентябрь, октябрь и ноябрь без начисления ПЕ не продлены. Соответствующее постановление принял Совет министров. Это связано с тем, что счета на оплату онлайн, а также жировки многие белорусы получили позже обычного из-за внедрения единой общереспубликанской информационной системы. Таким образом, потребителям, заплатившим по счетам за сентябрь с 26 октября по 5 ноября, ПЕ не начисляться не будет. Октябрьские суммы без начисления ПЕ не можно оплатить с 26 ноября по 5 декабря. За ноябрь с 26 декабря текущего года по 5 января 2017. На ранее сформировавшиеся задолженности эти правила не распространяются. Пройти техосмотр под музыку виниловой пластинки в Гродно. На станции диагностики сотрудники организовали свой музей радиоаппаратуры и электроники. Фотоаппараты смены, знаменитый приемник «Грюндик», о котором в свое время пел Высоцкий, «Бобины» 60-х годов. Сегодня коллекция станции насчитывает уже более 200 экспонатов. Что-то приносили сами, но многие аппараты – презенты от клиентов. А недавно поступило предложение от частного коллекционера. Он готов купить все раритеты. Но работники станции расставаться со своим музеем не собираются. Клиенты удивляются. Некоторые вообще этого не видели. Некоторые в виниловой пластинке называют дисками. А вот этот патефон вообще никто, в принципе, основная масса молодых людей не видели и не знают. Был приятно очень удивлен. Наверное, это очень правильное решение, когда человек может приехать и проверить свой автомобиль, и попасть в какой-то, наверное, в целом какой-то исторический музей. От балетной классики до высокой моды на сцене в Париже к 150-летию со дня рождения известного художника, сценографа и иллюстратора Леона Бакста открылись две выставки. Уроженец Гродно знаменит прежде всего своими декорациями и костюмами для балетных постановок русских сезонов Сергея Дягилева, которые в начале 20 века с ошеломительным успехом прошли в Париже и Лондоне. Театральные костюмы, эскизы и рисунки, выполненные великим мастером, а также коллекции сценического гардероба от ведущих домов моды по мотивам творчества Бакста, представлены французской публике во дворце Горнье. А в штаб-квартире ЮНЕСКО в эти дни проходит выставка детского рисунка «Театральное искусство глазами ребенка», посвященное также жизни и творчеству художника. В экспозиции представлены работы учащихся школ искусств Гродненской области. И это все, что мы успеваем рассказать к этому часу. Далее спортивное обозрение. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 16.30. До встречи.